Некоторый же муж по имени Анания с женой своей Сапфирой, продав имение, утаил из цены сведома жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал ему, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, сказал солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не людям, а Богу. Услышав эти слова, Анания пал бездыхален и великий страх объял всех услышавших это. И встав, юноши приготовили его к погребению и вынес, и похоронили. Часа через три после этого пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господнего? Вот входят двери, погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала в ног его и испустила Дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую и вынес, и похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновым. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же в Господа присоединялось более и более множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улице и клали на постелях и кроватях, дабы хоть тень проходящего Петра сенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистых духами одержимых, которые и исцеляли все. Пересвященник же и с ним все принадлежавшие к ересе Саддукейской исполнили зависти. И наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и увидев, сказал, Идите и став в храме, говорите народу все эти слова жизни. Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем пересвященник, и который с ними придя, созвали синедрионы всех старейшин и сынов Израилевых. И послали в темницу привезти апостолов. Но служители, придя, не нашли их в темнице. И, возвратившись, донесли, говоря, Темницу мы нашли запертой со всеми предосторожностью и стражей, стоящими перед дверями, но отворив, не нашли в ней никого. Когда, услышав эти слова, начальник храмовой стражи и пересвященники, они не удовольствовали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря, Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ. Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, Потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Приведя же их, поставили синедрионы и спросил их пересвященник, говоря, Не запретили ли мы вам строго нас строго учить о имени этом? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Петр же и апостолы в ответ сказали, Должно повиноваться больше Богу, нежели людям. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницею своей, начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему в этом мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему. Услышав это, они пришли в ярость и решили умертвить их. Ставшись в синедрионе некто, фарисей именем Галме Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время. А им сказал, мужи израильские, подумайте сами себе о людях этих, что вам с ними делать. Ибо незадолго до этого явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около четырехсот человек, но он был убит, и все, которые слушались его, расселись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин, и увлек за собой много народу, но он погиб, и все, которые слушались его, расселись. И ныне говорю вам, отстаньте от людей этих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от людей, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его, берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. Они послушались его, и, призвав апостолов, били их, и, запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли синедренно радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие, и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. В эти дни, когда умножались ученики, произошел у иллинистов и ропотных евреев из-за того, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном обслуживании. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставив Слово Божье, печься в столах. Итак, братья, выберите среди себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставив на эту службу. А мы постоянно пребуем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа, исполненного верой Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Неканона, и Тимона, и Парамена, и Николая Антихийца, обращенного из язычников. И поставили предапостолами, и эти, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божье росло, и число учеников всем умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере. А Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги, и либертинцев, и киренийцев, и александрийцев, и некоторые из Киевики, и Асии, вступили в спор со Стефаном. Но они могли противостоять мудрости и Духу, которым он говорил. Да научили они некоторых сказать. Мы слышали, как он говорил кочувственные слова на Моисея и на Бога. И возбудили народ, и старейшин, и книжников, и на Пав схватили его, и повелись с Индерион. И представили ложных следителей, которые говорили, и этот человек не предстает говорить кочувственные слова на святое место это и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус на заре разрушит место это и применит обычае, которое предал нам Моисей. И все видящиеся Индерионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Тогда сказал предосвященник, так ли это? Но он сказал, мужи и братья, и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему, Аврааму, Месопотамии, прежде переселения его в Хараан. И сказал ему, выйди из земли твоей, и из родства твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, в которую повожу тебе. Тогда он вышел из земли халдейской, и поселился в Хараане. А оттуда, после смерти отца его, переселил его Бог в эту землю, в которой вы ныне живете. И не дал ему на ней наследство, ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение, и ему и потомствовал по нем, когда еще был он бездетен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселены в чужой земле, и будут порабощены, и будут порабощены, и притеснения лет четыреста. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на этом месте. И дал ему за это обрезание. После этого родил он Исаака, и обрезал его в восьмой день. А Исаак родил Иакова, Иакова же двенадцать патриархов. Патриархи из зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним. Избавил его от все скорби его, и даровал мудрости ему, и благоволение царя египетского фараона, который и поставил его начальником над Египтом, над всем домом своим. И пришел голод, и великая скорбь на всю землю египетскую, и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Иакова же услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. И когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известным стал фараону рота Иосифа. Иосиф послал призвал отца своего, Иакова, и все родство свое, душ семь семьдесят пять. Иаков перешел в Египет, и скачался сам, и отцы наши. И перенесены были в Сихем и положены гробницы, которые купил Авраам ценой серебра у сынов Емора Сихемова. По мере того, как приближалось время, исполниться обитование, которым клялся Бог Авраам, народ возрастал и умножался в Египте. До тех пор, пока не восстал иной царь, который не знал Иосифа. Этот, выхищряясь против рода нашего, признел отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались живых. В это время родился Моисей, и был прекрасен перед Богом. Три месяца он был питаем в доме отца своего. Когда был брошен, взяла его дочь фараона, воспитала его у себя как сына. Научен был Моисей всей мудрости египетской, и был в себе в словах и делах. Даже исполнилось ему сорок лет, пришло ему все рассветы посетить братьев своих и сынов Израилевых. И, видев одного из них обижаемого, ступился и отомстил за скобленного, поразив египтянина. Он думал, поднимут братья его, что Бог рукой его дает им спасение, но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря, «Вы, братья, зачем вы бежать от друг друга?» Но, обижавший ближнего, оттолкнул его, сказав, «Кто тебя поставил над начальником и судьей над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» Из этих слов Моисей убежал и сделал сопрошедшим в земле Мадиамской, где родились от него два сына. По истечении сорока лет, елся ему в пустыне горы Синай ангел Господень, в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, удивился виденью, а когда подходил, то рассмотреть был к нему глаз Господень. «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама, Бог Исаакова и Бог Акова». Моисей об этом трепутом не смел смотреть. Сказал ему Господь, «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, и земля святая». «Я вижу присоединение народа моего в Египте, и слышу стенание его, и не шел избавить его, как и так, пойди, я пришлю тебя в Египет». Этого Моисея, которого они отвергли, сказав, «Кто тебя поставил начальником и судьей?» Этого Бог через ангела, явившегося ему в терном кусте, послал начальником и избавителем. Этот выволок сотворил чудеса, из-за меня в земле Египетской, и в терном море, и в пустыне продолжений сорока лет. Этот Моисей, который спасал сыном Израильдем, пророка возлигнет вам Господь Бог ваш, из братьев ваших, как меня его слушайте. «Это тот, кто был в собрании в пустыне с ангелом, говоривший ему о горе Синай, и с отцами нашими, который принял живые слова, чтобы передать нам. Которым отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились к сердцами своими к Египту, сказав Аарону, «Сделай нам богов, которых предшествовало ли бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли Египетска, не знаем, что случилось». «И сделали в те дни тельца и принесли жертву идола, и веселились перед делом рук своих. Бог же отротился и оставил их служить войску небесному, как написано в книге пророков. Дом Израиля, приносили ли вы мне заклание и жертвы продолжения сорока лет в пустыне? Вы приняли скинью Молоха и звезду Бога вашего Мария Буфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им. И я переселю вас далее в Вавилоно». Скинья свидетельства была у отцов наших в пустыне, а поверила говорящая Моисея сделать ее по образу им виденному. Отцы наши с Иисусом, взяв ее, несли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было для них Давида. Этот обрел благодать перед Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же поставил ему дом. «Но Всевышний не в рукавотворных храмах живет, как говорил и пророк. Небо престол мой, и земля под ножей ног моих. Какой дом сождите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все это? Растаковыные, люди с необрезанными сердцем и душами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили, возвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделали снынивы. Вы, которые приняли закон прислужения ангелов, не сохранили. Слушая это, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, взрев на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего в весной Бога, и сказал, «Вот я вижу небеса сверстые и Сына Человеческого, стоящего в весной Бога». Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно стремились на него. И, выведя за город, стали побивать его камнями. Святители же положили в свои одежды у ног юноши по имени Савл. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмини им греха этого!» И, сказав это, почил. Спасибо. Спасибо. Спасибо.